Жил-был Аладдин, единственный сын бедной вдовы, который однажды встретил таинственного волшебника. Он сделал странное предложение. Хочешь заработать серебряную монету? Я бы все сделал, милорд, за такую награду. Тебе просто нужно спуститься через этот люк, который слишком узок для меня. Мальчик, маленький и проворный, сумел легко проскользнуть в узкий проход. Мерцающий свет масляной лампы тускло освещал подвал, и глазам мальчика предстало необыкновенное зрелище, несметное сокровище. Аладдин еще не оправился от своего удивления, когда услышал крик. «Только принеси мне лампу!» Мальчик, удивленный тем, что из всех сокровищ. Волшебник хотел только старую лампу, решил быть на чеку. Взяв лампу, он вернулся к проему. «Дай мне сейчас же!» нетерпеливо завопил волшебник, пытаясь схватить ее. Но Аладдин, все более подозрительный, отказался. «Тогда очень жаль тебя!» взревел маг и резким ударом закрыл люк над Аладдином, не заметив, однако, что из его руки выскользнуло кольцо. Аладдин, испугавшись, остался в глубочайшей тьме. В это время он почувствовал кольцо под ногой, поднял его и, не думая, надел, переворачивая другой рукой. При этом жесте пещера внезапно осветилась, и перед ним появился огромный джинн со сложенными руками. «Я в вашем распоряжении, милорд. Исполню два желания», – сказал джинн. Аладдин, все более и более изумляясь, пробормотал. «Я хочу домой». И в мгновение ока это было исполнено. Вернувшись домой, взволнованный Аладдин рассказал матери, что с ним произошло, и показал ей старую масляную лампу. «Будем надеяться, что это нам пригодится», – сказала женщина. И чтобы почистить, начала тереть лампу. Но из носика лампы вдруг появился другой джинн. «После столетий плена вы освободили меня. Теперь я здесь, чтобы исполнить любое ваше желание». И джинн склонился в ожидании узнать пожелания своих новых хозяев. Аладдин, нервно сглатывая слюну, произнес. «Принеси нам», – сказал он нерешительно. «Хорошего сытного обеда», – закончила за него мать. С этого дня у вдовы ее сына больше не было проблем. Любое их желание исполнял волшебный слуга. Еда, одежда, красивый дом. Тем временем Аладдин вырос и стал красивым молодым человеком. И его мать уже начала думать, что ему следует жениться. Когда однажды парень пересекся с Халимой, дочерью султана. Ее несли на носилках. Он едва мельком увидел девушку, но этого было достаточно, чтобы влюбиться в нее. Вдова приняла расположение сына и тут же сказала, «Я принесу подарок султану, чтобы просить руки его дочери. Он не сможет отказать». Когда султан узнал причину визита вдовы, подстрекаемый визирем, который сам стремился жениться на его прекрасной дочери, он попросил будущего зятя продемонстрировать свое богатство баснословным подарком. «Если он хочет жениться на моей дочери, он должен будет прислать мне завтра 40 рабов, нубийцев. Каждый из них должен будет нести сундук с сокровищами, полными драгоценных камней. И для охраны такого сокровища прошу 40 арабских воинов для сопровождения процессии». Мать Аладдина пошла домой безутешная, но, объяснив просьбу султана, увидела, что сын не расстроен. Юноша взял лампу, потер ее сильнее обычного и попросил джина исполнить невероятную просьбу султана. Джин трижды хлопнул в ладоши, и как по волшебству появились 40 черных рабов с драгоценными сундуками и их эскорт. На следующий день султан не поверил своим глазам. Он и представить себе не мог, что увидит столько богатств. Он уже собирался принять предложение Аладдина в мужья для своей дочери, когда завистливый визирь спросил его, «А куда же они поедут жить?» Султан был в недоумении и движимый жадностью попросил Аладдина как можно скорее построить для его дочери огромный и роскошный дворец. Аладдин не стал повторяться, и, вернувшись домой, где раньше был невозделанный кустарник, приказал джину построить сказочный дворец. К этому времени уже не могло быть никаких препятствий для свадьбы, которая была сыграна на радость всем, и особенно султану, нашедшему такого богатого и могущественного зятя. Весть о внезапной удаче и огромном богатстве Аладдина разлетелась повсюду, как молния, пока однажды под окнами дворца Аладдина не остановился странный торговец. «Ищу старые лампы, взамен отдаю новые», сказал он принцессе, появившейся на балконе. Аладдин никогда никому не доверял секрет своего состояния. Единственная, кто знал его, была его мать, которая, конечно, никогда никому не открыла бы его. К сожалению, Халима ничего об этом не знала и, полагая, что заключает сделку, пошла искать старую лампу, которую, как она видела, он спрятал и обменяла ее у торговца, который тут же принялся ее тереть. Теперь волшебник, поскольку это он вернул лампу, в его распоряжении была сила джина. Он тут же завладел всем имуществом Аладдина и приказал, чтобы дворец, в том числе и принцесса, были перенесены с помощью магии в далекую и неизвестную страну. Аладдин и султан были в отчаянии, никто не мог объяснить, что произошло. Только Аладдин знал, что причиной могла быть только волшебная лампа. Поскольку он так сильно сожалел о джине, которого ему дала лампа, он также вспомнил о другом джине, о заколдованном кольце, потерянном волшебником и о втором, последнем желании, которое он еще имел возможность увидеть исполненным. Найдя кольцо, он надел его на палец и повернул. «Отведи меня сейчас же туда, где волшебник держит в плену мою жену», приказал внезапно джину, появившемуся из кольца. Сразу же оказался во дворце. Спрятавшись за занавеской, он увидел волшебника, которого обслуживала принцесса. «Пссс! Пссс!» позвал Аладдин тихим голосом. «Аладдин, ты здесь?» «Молчи!» «Не дай себя услышать!» «Возьми этот порошок и положи его в чай фокусника!» «Поверь мне!» Вскоре после этого зелье подействовало, и маг заснул глубоким сном. Аладдин искал лампу повсюду, но тщетно лампу не нашел. Но она должна была где-то быть, иначе как перенес бы волшебник дворец без помощи джина? Вдруг, глядя на своего храпящего врага, он подумал заглянуть за большую подушку, на которую тот опирался. Там была лампа. «Наконец-то!» вздохнул Аладдин и, затаив дыхание, потер лампу. «С возвращением, хозяин! Я здесь, чтобы служить вам!» воскликнул джинн. «С возвращением, мой добрый джинн!» Во-первых, заковать этого злого волшебника и отправить его подальше, где его больше никто не найдет. Джинн, улыбаясь, кивнул, и маг резко исчез. Алима прижалась к Аладдину, испуганная и недоверчиво, спросила, что происходит? Что это за джинн? «Не волнуйся, теперь все в порядке!» и Аладдин рассказал жене все с самого начала. Наконец, двое счастливые нежно обнялись. «Но теперь мы сможем снова вернуться в наше королевство!» спросила принцесса, с тоской думая о своем далеком отце. Аладдин посмотрел на нее, улыбаясь, и снова потеряв лампу, приказал, «Перенесите меня и мою жену со всем дворцом обратно в нашу страну, так быстро, как только сможете». Дворец поднялся в небо и вскоре после этого был над столицей королевства, над головами изумленных людей. Он мягко приземлился там, где был прежде, и Аладдин с Халемой побежали обнимать султана. Даже сегодня в этой стране можно полюбоваться остатками старинного дворца, который все называют «Дворец с неба».